Уполномоченные по правам человека в Мордовии, уполномоченные по правам ребенка при главе республики, руководители региональной уголовно-исполнительной системы, представители духовенства, средств массовой информации, даже работники культуры. В таком составе мордовские общественники в очередной раз посетили расположенный в Саранске следственный изолятор. Внимание обращали прежде всего на условия содержания подследственных и осужденных. Где и как они живут, как проводят свободное время, имеют ли возможность повышать уровень своего образования, следить за событиями в стране и в мире, удовлетворять свои религиозные потребности и, разумеется, как питаются. Я бы сказал, я в армии служил, у меня впечатление, что чисто армейская кухня. В учреждениях уголовно-исполнительной системы Мордовии люди из общественного совета и общественно-наблюдательной комиссии гости частые. Без таких посещений получить объективную картину происходящего в колониях и следственных изоляторах Мордовии нереально. Общественно-наблюдательные комиссии, общественный совет, они регулярно также нас посещают, смотрят. Выполняем ли мы и также осужденные все данные режимные мероприятия, воспитательные, которые должны выполнять. В том числе они выступают с определенными предложениями, пояснениями, как улучшить те или иные мероприятия, то есть те же самые воспитательные мероприятия. Помимо таких проверок, члены правозащитных организаций принимают участие в заседаниях комиссии по рассмотрению ходатайств об условно-досрочном освобождении и изменении условий наказания. К своей миссии в исправительных учреждениях общественники относятся, можно сказать, несколько философски и абсолютно в духе правозащитной работы. Когда лицо совершает противоправное деяние, он лишается свободы основополагающего конституционного права. Всех остальных прав он не лишается даже после вынесения приговора суда, вступившего в законную силу. Лечь, конечно, прежде всего идет о достоинстве человека, о его свободе мысли, о праве на образование, праве на труд, праве получать достойную заработную плату и так далее. В региональном УФСИН к общественникам, контролирующим работу ведомства, относятся ни в коем случае никак к фактору сдерживания. Наоборот, на этих людей здесь смотрят скорее как на помощников в совершенствовании системы исполнения наказаний. Люди с богатым опытом, грамотные, люди не сторонние, не вот там какие-то наблюдатели, а именно желающие сделать именно что-то для развития системы. Сегодня они контролируют и выходят с предложениями не только по содержанию осужденных, по условиям содержания осужденных, в том числе и смотрят по условиям работы сотрудников. Объем работы, проделанной общественной наблюдательной комиссией за 2019 год, называют существенным. Ее члены посетили мордовские исправительные учреждения более 80 раз. Павел Степаненко, Игорь Гангаев. Наши новости.